Всем привет из Крыма! Привет друзья! У нас сегодня будет необычный маршрут, куда глаза глядят. Ничего не куда глядят, у нас глядят глаза в столицу Крыма. Мы сегодня едем в Симферополь, показать там небольшие новости, изменения. Ну а проехать мимо Мишки мы не могли, потому что тут вид, посмотрите какой. Он надел шапку, точнее Мишка надел шапку, значит жди осадков. Обещали, обещали нам дождь, но сегодня был с утра почему-то очень хороший, теплый и солнечный день. Не знаю что будет дальше. А вот это что строится? А вот это что строится? Кто его знает? Я не знаю. Но друзья, я хочу еще раз вам напомнить, если вы приезжаете в какое-нибудь красивое место, на какую-нибудь красивую смотровую, никогда не бросайте здесь мусор, потому что очень неприятно смотреть на то, что здесь у нас под носом. Для Нины Павленко привет специально. Она сейчас сходит и говорит, отправляйте мне видео, где что-то не так, где мусор. Ну вот, хочу обратить внимание на это место. Здесь очень много людей останавливаются, чтобы посмотреть на красивые виды. Ну и здесь случилась у нас совсем беда. Я не знаю, что здесь произошло. Это после урагана, скорее всего. Красивый заборчик с балясинами, к сожалению, упал вниз и много мусора здесь. Приезжайте. Друзья, ну, проезжая, конечно, по дороге в Симферополь, мы не могли не заехать сюда на Симферопольское море, Симферопольское водохранилище, да, чтобы посмотреть, как оно здесь. Смотрите, какого сегодня оно красивого цвета, такого насыщенно голубого. Приятно посмотреть, да, видите, сколько водички. Сейчас мы посмотрим на это все дело сверху. Уточки, куда же вы от меня улетели? Кстати, утка и селезень, парочка полетела. Ну, кстати, что опять, да, много мусора здесь по берегам, пакеты всякие. Это, конечно, бич нашего общества, к сожалению. Почему-то у людей какое-то потребительское отношение такое ко всему природе. Где поел, там и выбросил. Кстати, Симферополь сегодня тоже очень радует погодкой. Посмотрите, какое ясное сегодня настроение у него. Солнечное, яркое. И сегодня здесь плюс 14, по крайней мере, в данном месте, где мы остановились. Мечеть достраивается. С автобусом поедешь. Давай, да. Чтобы посмотреть. Будет самая крупная мечеть в Крыму. Больше у нас нету. Да, уже почти достроилась. Ну, да. Что-то даже, по-моему, Рамзан Кадыров, по слухам, вливал средства, да? Средства, Славик. Средства. Вот я никак не избавлюсь. Вот никак. Как? Ну, будет красиво, да? Наверное, с подсветкой. Припарковались во дворе и выходим. Ненадолго. Угу. И выходим в новый сквер. Ура! Передаю тебе ручку. Который так долго ждали жители Симферополя. Ого, сколько людей, смотри. Сразу видно, что он пользуется спросом. Хоть маску одевай. Да, прям. Мы слышим в воздухе. Какая маска. Дышите наоборот. Хорошо. Кстати, вижу полив. Полив. В общем, что? Мы на площади Куйбышева. Это сквер, который открыли буквально совсем недавно. Несколько дней назад. И сразу, как мы видим, люди начинают его активно, так сказать, обкатывать. Юзать. Обкатывать по-русски, да? Слушай, ну по проекту я видел, по проекту совсем другое было. Там, по-моему, такая зеркальная крыша была. Там что-то белое такое большое должно было в центре стоять. Но, видимо, знаешь, как всегда делают какой-то проект, а делить его нужно на 2, на 3, иногда даже на 5. Потому что, как всегда, денег может на что-то не хватить. 67 миллионов, по-моему, сюда в буквы. Да, 67 там с копейками. Ну, сам факт, что здесь стало, я считаю, намного лучше, чем было. Приятно, прям, что вот в Симферополе, знаете, как по, может быть, по примеру Севастополя того же открываются такие общественные пространства для людей, для отдыха. Видите, все сидят на лавочках, так приятно. Тем более, сегодня погода очень хорошая, сегодня тепло. Сейчас, наверное, 14 градусов было. Вот мы подъезжали возле водохранилища были, там было 14. Ну, здесь тоже где-то так. Не скользящая, кстати, плитка, вот так по ней идешь, прям чувствуешь, да, так? Да. Деревца посадили, я так понимаю, да, их же тут не было. Тут же были всякие киоски, тут был этот ТЦК где-то, его снесли. И сюда, я помню, очень долго за него хотели взяться, все буду сносить, оттягивали этот момент, но тем не менее, его все-таки снесли. Вот, теперь здесь такое для людей общественное место. Кстати, это деньги были выделены из Москвы, да, в рамках благоустройства среды, да, благоприятной среды для людей. Получается, Москва построила? Я так понимаю, да, денег дала Москва. А, тут еще фонтан же был. Сухой фонтан. Но его на зиму, я так понимаю, его на зиму отключают, но летом тут будет вообще классно. От водички будет идти прохлада. Хотя я бы больше вот, ну, хотела, чтобы были фонтаны именно такие, которые не сухие, да, которые выплевываются там такими струйками, а именно, чтобы вот постоянное было. Но так тоже неплохо, мне кажется. Приятно. Поскрипывают качели. Новые. Деревца по весне дадут, я надеюсь, листочки, уже постепенно будут расти. И, конечно, через много лет тут были хорошие, такие красивые, большие деревья. И будет тень, да, как многие говорят, тени нет, плиткой выложили. Ну, как всегда, знаете, понятное дело, что люди чем-то могут быть недовольны, у каждого свое видение, у каждого свое мнение. Ну, не знаю, вполне себе. Я хочу сказать, что сейчас 3 часа дня, пятница, люди потихонечку уже готовятся к выходным, выходят с рабочих мест. Да с чего вдруг? Ты думаешь, они что, заранее выходят? Ну, пятница – короткий день. Да, конечно. Места занимаются. Да, ага. Молодец. Это не надо тут подрывать рабочую деятельность. Не знаю, друзья, симферопольцы, кто смотрит, скажите, как вам этот новый сквер, потому что все-таки это ваш город, да, как вот именно для вас, для местных жителей. Мне было бы интересно ваше мнение видеть в комментариях. Как качели скрипят жестко. Качели скрипят, да, их будет смазать. То ли они не обкатанные еще, то ли что, я не знаю. Ну, вот скрипят жестко, конечно. Как это, из фильма ужаса. Оно приближается. Смазать. Да, ну, недочеты небольшие, наверное, есть. Ну, не знаю, мне все нравится. Люблю, когда какие-то такие пространства есть, и они новые. Вот отсюда будет водичка. Я посчитал 36 дырок. 36? Ты уже посчитать успел? Да. 36. 36. Ну что, а куда мы с тобой еще сходим, Вячеслав? А сейчас посмотрим. Ну, тут есть еще рынок. Тут вообще такое, знаете, какой бы шать так называют. Ну, наверное, на рынок я не хочу. Поехали еще в какой-нибудь сквер. Там что-то еще есть. Не помнишь, как называется? Витан? Да, да. Сквер Витан. Недавно открыли, да. Поехали туда. Ну, это надо на район ехать в районе фонтана. Фонтаны от мечеть. Поедем туда смотреть? Да. Ну, мы тут вообще быстро справились. Давай хоть какую-нибудь плюшку пойдем купим, а то время-то три часа мы не евши. Кстати, под видео, где мы гуляли к водопаду Учинсу, там, кто, кстати, не видел, обязательно посмотрите, интересный ролик там не только про водопад, там еще и про историю Ялты. Вот. Так вот, там нам написали, что почему в этом видео Славик не ел. Так я хочу эту оплошность исправить в этом ролике. Надо срочно поесть. Заодно посмотрим, что здесь у нас вкусненького продается. Вячеслав. Слушай, напоминает наш ялтинский мясной павильон. Да, но тут все, так, знаешь, и мясо, и с другой стороны вся бакалея, да? Ага. Ну, нам надо пирожочек какой-нибудь вкусненький. Такие красивые овощи продаются. Прям глаз радуется, смотри. Итак, нашли шаурму. Называется бомбарбия. Кто здесь кушал? Ох. Мы, значит, взяли латте капучино и вот сырную за 219. Две. О, какая красота. Вот по такой шаурме вы взяли. Большая. Я видел хорошо. Правда, вот странные продавцы. То, что вы видели, заснял, потом на меня как накинулось. Сотрите. Это нельзя снимать. Сотрите. Я говорю, успокойтесь. Что нельзя? Почему? Я говорю, ссориться. Все, сделайте шаурму и мы ушли. Ну, такая себе шаурма. Лайт версия. Много, конечно, всего. Много, конечно, всего, да. Но она должна быть хрустящая, хорошо так поджаренная. У меня хрустящая, с одной стороны. Куриный. Нет, но вкусно, мне нравится. Не жирная. Знаете, как совсем, чтоб текло так прям. Честно, я уже не могу доесться. Не понимаю, что я ем. Какой-то куриный жир, блин. Вкус вообще не шаурмы. Ты говоришь, тебе понравилось? Нет, я не могу понять, что доколупаешься. И тебе ничего не попалось? Мне ничего не попалось. Вот, посмотри, как не попалось. Смотри. Это какие-то жилы непонятные вообще. Даже не могут нормально курицу, блин, туда положить. Да, мы что-то тебе место какое-то попалось. Какое красивенькое здание. Посмотри, как его украсили. Вообще, люблю центр Симферополя. С его старинными зданиями. Некоторые, конечно, в ужасном состоянии, к сожалению. Но, тем не менее, это, знаете, как в Ялте. Ходишь и радуешься, что пока это еще можно увидеть. Движение сейчас, конечно, вообще. Движение страшное в Симферополе. Уже 4 часа. Только что на кольце подрезал чувак, чуть не глупился. Да. Прямо против солнца. Снимай хоть в бок, что ли. Против солнца. Буду снимать в бок. Тут великая реконструкция. Возле Савми на площади главной. Неизвестно, когда закончится. Центральная елка, главная елка Симферополя и вообще, когда республики, будет в другом месте. Обычно она здесь. Друзья, мы с вами приехали в один из районов Симферополя. Называется Хантаны. Здесь как раз перед вами расположена школа. Обычная общеобразовательная школа номер 44. И возле нее было всегда здесь такое необустроенное пространство. И люди долго просили, чтобы здесь им оборудовали какой-нибудь красивый парк или сквер. Ну и вот как раз таки, наверное, чуть больше месяца назад здесь открыли вот этот сквер. Назвали его Витан. Кстати, я не знаю, почему его так назвали. Если кто-то знает из местных, скажите, расскажите, почему именно такое название. Ну, долго здесь ждали жители этого чуда. Да, теперь им есть где гулять. Особенно, видите, как мамочки с детками и детки со школы идут. Все тут гуляют, им очень нравится. Высадили кучу деревьев. Сделали две детские площадки, одну спортивную. Сейчас мы быстренько пробежимся, посмотрим, что здесь где. Везде полив остановили. В общем, деревца посадили. Я думаю, что когда это все приживется, будет здесь очень здорово. Приятное будет место. И хорошо, что это, знаете, не только центры благоустраивают, а также такие вот обычные простые райончики, где-то на окраинах, да, которые тоже нуждаются в комфортной городской среде. В общем, оборудовали разные здесь дорожки, да, под площадочками, где детки бегают, прорезиненное покрытие. Здесь вот мы сейчас идем в такой вот мелкий-мелкий щебень, да, такие прогулочные. Ну, не знаю, как это назвать. Кстати, да, здесь еще есть вот такой небольшой веревочный парк. Это прям, наверное, редкость в наших парках и пырах. Тоже такая же площадка с качелями под теневыми навесами, как только что мы были на Куйбышевской площади. В общем, даже неплохо выглядит все. Приедем сюда летом посмотреть, как здесь будет, когда листочки на деревьях появятся, цветы будут цвести. Надеюсь, тут все приживется. Так, ну, на этот сквер потратили 38 миллионов. Это так, для информации. Не знаю, много, мало, но вот как есть. Качельки тоже, все как полагается. Во сколько оцените? Как на ваш взгляд, да? В общем, как говорится, приехали и не узнали Симферополь, да? Ну, это еще не все. Мы сейчас еще на обратном пути заедем на Айянское водохранилище и закончим это видео новогодними елочками. Не переключайтесь. О, это такое красивое место. Обязательно досмотрите видео до конца. Да, не пожалеете. Да, друзья, пока выезжали с этого района Симферополя. Стало очень темно. Итак, друзья, мы в самом нарядном месте, где уже царит атмосфера праздника. Мы в Кипарисном. И здесь просто невозможно мимо проехать, потому что здесь так все красиво украшено. Здесь уже все по-новогоднему. Елочки, гирлянды, куча машин, потому что это очень красиво. Каждый год они начали наряжать разные сезоны по-разному. Вот это называется привлечение клиентов, да, к месту? Ага, молодцы, вообще супер. Они осенью классно нарядились. Пойдем, пойдем чуть дальше. Посмотри, какая большая елка. Это мы в прошлом году здесь были. Как будто, знаете, приехали на Красную площадь праздников. Да, да. По-моему, в этом году это уже. Так что, кто будет ехать из Глуште, проезжайте Малый Маяк, потом поселок Кипарисное, да. И на дороге прям не проедете этот яркий-яркий свет. Супер. Здесь еще остались от осенних инсталляций тыквы. Но, по-моему, они ничуть не портят это тыквы. Это очень красиво. Друзья, ну атмосфера здесь, конечно, праздничная. Все наряжено, елка, снеговик. Не хватает только настоящего снега и Деда Мороза. Ну кто хочет все это получить? Со 2 по 8 января осуществляет рождественский экспресс, свое суперпутешествие из Симферополя на родину Деда Мороза. Да, мы давно очень хотели попасть на этот поезд. Хотели попасть, Покаянна была маленькая, но она уже выросла. Но у вас есть возможность осуществить свою мечту и мечту своих детей. Тем более он отправляется в этом году из Крыма. Я не помню, как они раньше ездили. Ездили ли они вообще раньше, я тоже не знаю. Ну именно вот 2 января я знаю, что из Симферополя отправляется поезд. То есть там будет конкретно везти всех людей, туда желающих. Деду Морозу и Снегурочки в Кострому. По путешествиям там будет 4 остановки в городах с экскурсиями. Включено питание, анимация. В общем, ребята, ну не упустите. Может и нам поехать? Не знаю. Я знаю, что Бордовская уже купила билеты. Да, у нас же собака. Поэтому мы, скорее всего, оставимся дома. А вы, если поедете, обязательно расскажите нам, как вам это путешествие. Да, ну подожди, да если что, пишите, кому дать ссылку. Вообще я оставлю в описании. Ну, сюда скажу. Ну, а мы завершаем свой блог. Всех с наступающим. Да, уже пора поздравлять. Да ладно уже, не будем ждать. Всем желаем веселого, классного настроения. Семейный праздник. Отмечайте в кругу родных и близких вам людей. Ну, а мы с вами прощаемся, но совсем ненадолго. Да, до новых встреч, друзья. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok